Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Сегодня на библейском портале экзегет мы завершаем чтение книги пророка Иоэля. На очереди третья глава, у евреев она четвертая глава. Но в нашем синодальном переводе русском это глава третья. В этой третьей главе продолжается, завершается та же самая тема, что звучит и в первых двух главах. Тема Дня Господня, который для грешников, не раскаившихся, является днем суда и погибели, а для праведников и для покаявшихся грешников является днем спасения, днем окончательной победы Бога над своими противниками, победы добра над злом, света над тьмой. Прямая речь Господа. Ибо вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое. Израиля, который они рассеяли между народами, и землю мою разделили. День Господень у Иоиля, это и день в историческом измерении, это и день наказания, которое постигнет его божий народ, народ израильский, и день божественного наказания для других народов. Дальше, чуть ниже они будут, эти народы, некоторые из них перечислятся, которые враждовали против Израиля, захватывали, выопустошали. И мы помним, конечно же, что у пророка это еще и эсхатологический день. Вот здесь, в начале третьей главы, речь идет о дне Господнем, как историческом дне, близкие к пророку времена, когда Господь скоро отомстит всем народам, орудием божественного гнева за то, что они враждовали и за то, что они пытались наследие Господне, то есть израильский народ, овладеть этим наследием, собственностью Божьей, частной собственностью Бога. За это с ними Господь поступит по справедливости и отомстит за Израиля и накажет. Израиль был рассеян между народами, земля Господня была разделена, у других пророков сказано, межевой веревкой. Вот теперь их земли будут также разделены Господом. И для всего этого Господь созывает все эти полчища, всех народов, объединившихся против Израиля, всех врагов Израиля, собирает их в долину Иосафата в святой земле. Иошафат, царь, воинственный довольно был царь, вот там долина, названная его именем, там будет последнее сражение, важное для Израиля, которое является в то же время прообразом эсхатологической последней битвы. «И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отраковицу за вино и пили». Речь идет о работорговле. Еврейский народ был захвачен не раз. Сирийцы, овелоняне, греки, римляне и так далее захватывали его и продавали в рабство. Так вот, для того, чтобы нанять блудницу, рабовладелец продавал еврейского отрока как плату за услуги блудницы, а отраковицу за кувшин вина, чтобы напиться. То есть настолько низко ценились рабы, видимо, их было очень много, очень много рабов захваченных еврейских, что их за бесценок продавали на рынке. И вот то же самое будет, так Господь поступит с врагами израильского народа, и в этом самом проявится божественное правосудие, божественное отмщение. Бросали жребий, кому достанется тот или иной раб, вот этого уже больше не будет. «И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские, хотите ли воздать мне возмездие, хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваше». Тот, кто досаждает израильскому народу, досаждает Господу. Да, эти народы могли быть орудием божественного возмездия собственному народу, но они не должны были гордиться. «Как палка не гордится тем, не превозносится над тем, кто держит ее в руке, так же и, как сказано у Исаии, «Яссур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование». Так вот, этот самый бич или эта самая палка, в другом месте сказано, не должны надмиваться, не должны гордиться над тем, кто этой палкой владеет. И Ассур, и Вавилоний, и другие народы часто являлись орудием наказания божественного народа, собственного божьего народа. Но это не значит, что они сами избегут наказания. За свои преступления, за свои грехи, за свои военные жестокости, за работорговлю, за истребление жестокое и беспощадное уничтожение они сами будут наказаны. Их ждет возмездие. Тир, Сидон, филистимляне и так далее, эти все враждебные израильтянам народы, они получат свое возмездие. И они хотели возмездие обрушить на головы израильтян. Так вот, Господь возмездие это обрушит на их головы. «Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, разграбили Иерусалимский храм, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши». Вот эти народы. К этим народам иноземным прилагает Иоэль эти слова. Похоже, что создается впечатление, что он здесь цитирует пророка Агея. «Серебро мое, золото мое, золото и серебро, они господни, те золото и серебро, которые в его храме. И сынов Иуда, и сынов Иерусалима вы, обращается дальше обличительная проповедь к этим самым народам, продавали сынов, продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их». Сыны эллинов, сыны греков, вот эти народы продавали, значит, кто продавал? Тиряне, Сидоняне, Филистимляне продавали грекам израильских рабов. О каком именно историческом событии, историческом периоде, о каких войнах идет речь, мы не знаем. Может быть, это и было не однократно, а многократно. Упоминание эллинов многих комментаторов заставляет думать о позднем происхождении книги Иоэля, или, по крайней мере, о том, что это пророчество или этот стих является более поздней ставкой интерполяции. Так это или не так, мы не знаем. Вообще книга пророка Иоэля с чрезвычайным трудом поддается какой бы то ни было датировке. Но пророк ссылается на то событие, которое было, видимо, хорошо известно его первым читателям. Вот, прямая речь Господа продолжается, «Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу». Возмездие, мзда, обрушится на головы работорговцев и тех, кто овладел израильским народом, и из того места, из тех отдаленных, быть может, эллинских островов, Господь вернет свой народ, остаток своего народа. «И предам сыновей ваших и дочерей ваших», то есть речь идет о потомках иноплеменников, «в руки сынов Иуды». Вот в чем проявится возмездие. «Народы, господствовавшие над сыновьями Иуды, над Иудеями, окажутся сами в их власти, и они продадут их Савеям, народу отдаленному, так Господь сказал». Царица Савская приходила послушать мудрости Соломоновой. Савеи упоминаются не раз. Может быть, Южная Аравия, может быть, Африка, неизвестно, где находилась страна. Офир, где находились Савеи, вот эти отдаленные места, по-разному локализуют их историки Израиля и библисты. Но народ отдаленный, здесь сказано. «И они вернут сыновей ваших и дочерей ваших сыновей израильтян, а своих сыновей и дочерей они отдадут в руки Иуды». «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы». В пророчествах Иоэля нет хронологии. «То говорится о Дне Господнем, как Дне осуждения и наказания, то говорится, как о Дне последней победы Бога над всеми народами, День торжества и возмездия, День божественной славы, то вдруг опять говорится о Дне Господнем, как Дне наказания». Две эти темы соседствуют, перемежаются, идут вместе День Господень, как День наказания, исторического и эсхатологического День Господень, как День спасения, опять же, исторического для израильского народа и эсхатологического для всего народа Божьего. И вот здесь опять день Господень, как день наказания для всех Божьих врагов. Они должны приготовиться к войне, возбудить храбрых, пусть подымутся все ротоборцы, сказано, чтобы сразиться. Десятый стих. «Перекуйте орала ваши на мечи, и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен». Перекуем мечи на орала. «Перекуют народы мечи на орала». Звучит эсхатологическое пророчество у Исаии и у Михея. Здесь пророк Иоэль, похоже, ссылается на это пророчество, цитирует его в перевернутом виде и уже в виде императива, в виде призыва. «Перекуйте оралы ваши на мечи, и серпы ваши на копья». «Когда-нибудь после Дня Господня все народы перекуют мечи на орала. А вот перед наступлением Дня Господня для последней битвы нужно запастись оружием, пополнить арсеналы оружия. И для этого нужно перековать плуги, лемехи плугов, на мечи, а серпы или садовые ножницы на копья, потому что предстоит великая битва, великое сражение. И тракторы перековать в танки. Челябинский тракторный завод переоборудовать в Челябинский танковый завод. Потом будет, после этой завершающей битвы, все будет опять наоборот. Будет перековка орудий войны на орудия мирного и созидательного труда. Поэтому между пророками и Оилем, с одной стороны, Михеем и Исаием, Исаием с другой стороны противоречия нет. Это относится к разным моментам истории, завершающих, точнее, историю событий. Перед эсхатологической битвой, битвой Дня Господня, нужно запастись оружием. А после Дня Господня наступит такой непоколебимый всецелый тотальный мир, что люди больше не будут учиться войне. И орудия войны станут ненужны. А металл, из которых эти орудия сделаны, послужит уже мирным целем для изготовления из этих металлов, из этого металлолома оружейного, из всех этих бомб и ракет, люди научатся изготовлять орудия труда. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда, Господи, веди твои героев. Одно полчища вооружается, и полчища Господня ведет своих героев. Два полчища готовятся к эсхатологическому сражению на долине, в долине Иошафата. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Великая битва и великий суд. Суд и битва здесь одно и то же, они сливаются в единое событие. Суд и будет состоять в поражении врагов Божьих. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Здесь не те серпы, которые наорало, перековать надо. А серп здесь как метафора, как образ божественной жатвы. Жатва побелела. Посмотрите на Нивы, как она созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили, и переливаются, потому что злоба их велика. Это вино, вино ярости. Кровь, вино подточили. Когда топчут виноградные ягоды, все забрызгивается, и вся одежда становится красного цвета, если она была не крашенной. И это все образы, метафоры для божественного суда, божественного кровавого события, которое ожидает человечество. Израильский народ и все народы. Толпы, толпы в долине суда. Долина Иосифата становится долиной суда. Ибо близок день Господень к долине суда. Вот вновь, как в предыдущих главах, уже не раз мы слышали, речь идет о близости Господнего дня. Это день суда, день возмездия, день воздаяния, но и переходит в свою противоположность, день славы, день торжества, день света. Это день тьмы и день света. Это день погибели и день спасения. Все это день Господень. Разные его аспекты, разные его грани. Солнце, луна померкнут, и звезды потеряют свой блеск. Третий раз об этих космических событиях, об этих глобальных, вселенских даже, вселенского масштаба событиях идет речь. Это все будет сопровождать Господень день. И возгремит Господь Сиона, 16 стих, и даст глаз свой из Иерусалима. Здесь пророк Иоэль, похоже, цитирует, буквально цитирует пророка Амоса. У пророка Амоса его пророческая книга начинается именно с этих слов. «Возгремит Господь Сиона и даст глаз свой из Иерусалима». Пророк Амос, первый, кто заговорил о Дне Господнем, не заговорил, а в его книге написано это. Говорили-то и раньше, видимо, устно. А здесь пророк Иоэль, цитируя Амоса, приводит буквально его слова. Следует сказать, что «возгремит» — это неверный перевод, неправильный. «Ишаг» — глагол «шааг» — значит «рычать». Вот когда рычит лев, или когда рыдает человек, рыдание, рык, рев. Вот что передается этим глаголом, глаголом «шааг». Здесь, в имперфекте, в будущем времени, и «шаг». Здесь, несомненно, присутствует образ льва. Сион, Иерусалим, и Господь рычит. Когда рычит лев? Когда перед ним добыча, он своим рыком парализует добычу. Вот там у Амоса львиный рык раздается в направлении Северного Израильского царства. Господь готовится растерзать свой народ, как лев терзает добычу. И здесь Иолит цитирует это в применении, в приложении к Дню Господню. И уже это событие приобретает космический масштаб. «Содрогнутся небо и земля, ибо Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых». То есть, совершится нечто противоположное тому, о чем речь идет у Амоса. Там Господь рычит в направлении Израиля. Здесь его рык с сиона раздается в направлении врагов израильского народа. Господь здесь, как лев, защищает свой народ. Как лев защищает льва, львят, и атакует других животных. Итак, здесь Господь защищает свой народ. Если у Амоса Господь, как лев, нападает на свой народ, словно на добычу, то здесь Господь нападает на тех, кто против народа Божьего, защищая тем самым свой народ. «Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынью, и не будут уже иноплеменники проходить через него». Вот как будущий день Господень, тот день, о котором сказано в следующем стихе, и будет в тот день, это день Господень, Айом Гагу, тот день, синоним Дня Господня, он будет для израильтян спасительным, для тех, кто покаялись. Ну, а в эсхатологической перспективе речь идет, видите, вообще о метаисторическом Дне Господнем. Он будет спасительным для всех тех, кто сейчас к Нему готовы, к тем, кто покаялись, и те, кто исполнили то, что повелевает Господь через своего пророка Иоэля. Покаялись пред Богом, раскаялись, и не только одежды в знак траура и скорби и покаяния разорвали, но и сердца свои пред Богом разорвали. И Господь сердце сокрушенного, мы знаем, не презрит. «И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком. Изобилие, величайшее изобилие, земля, текущая молоком и медом, вот здесь еще и вино, и все русла иудейские наполнятся водою, и из дома Господня выйдет источник и будет напаять долину Шиттим». Ситтим. Долина, иссохшая, Ситтим, наполнится, будет напаяема водой, которые потекут из святилища Господня. Потом мы прочтем об этом и Зикииля, прочтем об этом в апокалипсисе Иоанна, о том будущем мире, о том будущем веке, когда не будет недостатка в воде. Вода здесь как символ божественного благословения, символ божественного духа. Этот образ, эта метафора означает божественное благословение, божественное присутствие, божественное благоволение, которое для человека обернется изобилием, изобилием вина, молока. И можно дополнить, вспомня предыдущие главы, что деревья будут уже приносить свои плоды, и земля произрастит всякую траву на пользу человека и на пользу животным. Иудейские все русла тоже наполнятся водой. Эти русла пересыхают, эти уади, они очень быстро пересыхают, едва прошел дождь, пронеслись эти потоки и вновь сухое русло. А вот потом, видимо, они не будут пересыхать, и все русла иудейские наполнятся водою и всегда будут этой водой наполняться. Такое будет изобилие божественного благословения. Читаем заключительные стихи, 19 стих, 20-21, в котором завершается книга. Египет сделается пустынью. Невероятно. Река Нил, величайшая, две величайших реки, Амазонка и Нил. В дельта Нила все рукава этой реки станут пустынью. И не только Иоэль об этом, кстати, пророчествует. Эдом будет степью за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. Здесь, может быть, не столько о египетской природе, природе Эдома, Эдома идет речь, сколько в переносном, метафорическом смысле говорится о египетской, Эдомовой, так сказать, духовности и о их враждебности в отношении народа Божьего. То есть, они станут пустынью, степью тем, во что они пытались, враги Израиля, в данном случае упомянутые Дома Египет, враги Израиля превратить в святую землю народа Божьего. Вот они самих постигнет это самое возмездие. Они станут пустынью, степью духовно, прежде всего, Господь их опустошит. А Иуда будет жить вечно, Иерусалим в роды родов, после дня Господня великого и страшного. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе. Так завершается книга Иоиля, завершается его пророчество. Сион, Иерусалим становится центром земли, Иуда, Иерусалим, ну и все народы участвуют в этом спасении, в этой славе Израиля. Кровь, то есть вина Израиля, Иуды и всех народов следует предполагать в контексте всей книги, омыты, смыты, и наступает новый мир, наступает Царство Божие, после дня Господня великого и страшного наступает исполнение Божественным Духом и единство Бога с человеком. И Бог будет все во всем в том новом мире, который описывают пророки, и который ожидаем с вами мы, дорогие друзья. В завершении чтения книги Иоиля я хотел бы порекомендовать небольшую книгу итальянского автора монаха Альберто Мелло «Кто такие пророки?» Это такой сжатый, краткий, но очень насыщенный обзор всего образа пророков, с которыми мы встречаемся, всех образов пророков, с которыми мы встречаемся в Священном Писании Ветхого Завета. И в том числе некоторые пророчества Иоиля здесь цитируются, ну и вообще автор пытается ответить на вопрос «Кто такие пророки?» В оригинале эта книга называется «Кея профета?» «Что есть пророк?» На итальянском она была издана в 2014 году, русский перевод был сделан в 2015 году и издан здесь, в Москве, в России. Вот «Кто такие пророки?» Альберто Мелло такое хорошее, несмотря на свою краткость, очень насыщенное руководство, как бы введение вообще в библейский профетизм, в библейскую пророческую литературу и таким может служить вводным пособием для тех, кто стремится не просто читать пророческие книги, а вникнуть в их смысл и изучить этот вопрос, кем действительно являются пророки и что из себя представляет пророчество их устное и письменное. До свидания, друзья. Запись сделана для библейского портала «Экзегет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова